Севастопольское информационное бюро, первые новости города. В студии София Троговоз. Здравствуйте. В соборе Парижской Богоматери потушили масштабный пожар. Спасатели продолжают проливку конструкции. Об этом пишет французская газета «Фигаро». Пожарные продолжают следить за оставшимися очагами и охлаждать горячие конструкции. Огонь вспыхнул в понедельник вечером. Сначала из-за пожара обрушился шпиль собора. Затем полностью рухнула крыша. Пламя охватило несущую конструкцию. Две башни Нодердама пожарным удалось спасти. С пламенем боролись около 400 спасателей. За событиями, разворачивающимися на площади Парви, следили сотни жителей и гостей Парижа. На место несколько раз приезжали премьер-министр и президент Франции. Сгорела сама история страны, заявил Макрон в своем обращении к гражданам. Причины пожара выясняются. В соборе шли реставрационные работы. Исследователи работают над версией, что возгорание произошло на строительных лесах. Об этом говорилось в эфире французского телеканала БФМ-ТВ. Удалось спасти часть реликвий, которые хранились в соборе. Среди них терновый венец, туника святого Людовика и несколько картин. Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции начал сбор средств на восстановление собора Парижской Богоматери, передает РИА Новости. На сайте организации появился раздел «Спасем Нотр-Дам». Там все желающие могут сделать взнос любой величины. Пожертвования будут направлены на восстановление собора. Государственная Дума России упростит систему госзакупок. Депутаты приняли два законопроекта, совершенствующих контрактную систему. Во втором чтении одобрен проект об обязательном проведении закупок в сфере детского оздоровительного отдыха исключительно путем конкурса с ограниченным участием. Кроме того, в итоговом чтении приняты поправки, которые регулируют эти вопросы в сфере культуры, передает Дума ТВ. Это особенно важно сейчас, когда мы находимся, страна находится в стадии реализации важнейших национальных проектов. И существующая контрактная система организована таким образом, что, к сожалению, время реализации национальных проектов по многим направлениям довольно сильно затягивается. Благодаря принятому закону учреждения культуры почувствуют себя увереннее, считает председатель Госдумы России Вячеслав Володин. Законопроект позволит упростить проведение закупок для съемок фильмов, театральных постановок, проведения концертов или выставок. Важно не допустить ситуации, когда из-за бюрократической волокиты режиссер не может заменить декорации в спектакле или филармония не может закупить необходимые музыкальные инструменты. Изменения в закон создают условия для творчества. Согласно документу, ценовой порог при проведении электронных аукционов со сроком подачи до 7 дней будет увеличен с 3 до 50 миллионов рублей. При осуществлении закупок на работы по строительству порог составит 500 миллионов рублей. Авторы проекта предлагают запретить выплату аванса участнику, чья цена контракта окажется на 25% ниже максимальной начальной цены. Когда проходят вот эти торги, то очень многие специалисты занижают цену, потом нанимают тех профессионалов, которые могут делать за бесценок. И здесь очень правильные условия. Если вдруг цена снижена более чем на 25% от заявочной, то аванс выдавать таким так называемым выигравшим аукцион нельзя. Кроме того, изменения в законодательстве позволят исключить недобросовестных поставщиков услуг и ряд абсурдных ситуаций, таких как ремонт дорог в снежную погоду. Использование бюджетных денег станет более быстрым и эффективным. Уточняется, что сейчас в строительстве и ремонте дорог по всей стране освоено лишь 10% финансов. Во многих регионах федеральные средства не дошли до реализации. Ситуация изменится, когда закон вступит в силу. Принять его депутаты планируют до конца весенней сессии Госдумы. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещение хостелов в многоквартирных домах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Запрет начнет действовать с 1 октября 2019 года. Закон запрещает использовать жилые помещения в качестве гостиницы или другого средства временного размещения. Предусматривается, что оказывать гостиничные услуги можно лишь после перевода жилого помещения в нежилое и оснащения его оборудованием надлежащего качества. Системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, охранной сигнализацией, сейфами для хранения денег и драгоценностей, средствами для уборки и санитарной очистки номеров. Национальную программу социально-экономического развития разработают в Севастополе. Проведение научно-исследовательской работы профинансируют из городского резервного фонда. Соответствующее постановление приняли в ходе заседания правительства в понедельник. К настоящему времени очевидно, что результативная работа направлена на обеспечение поступательной динамики в вопросе реализации положения стратегии социально-экономического развития города Севастополя, требует устранения разобщенности усилий работающих в городе структур федеральной и регионального уровня, обеспечения механизмов их широкого взаимодействия с субъектами частной инициативы. Также данная концепция разработается в исполнении поручения президента. Вы когда это читали, вообще осознавали, что говорите? Конечно. У нас нет никакой разобщенности федеральных и региональных программ в государственном уровне. Прошу прощения, согласования действий и усилий. У нас все работает нормально. Дмитрий Овсяников пояснил, цель проекта – разработать предложение для включения Севастополя в национальную программу. Сумму выделенных на это средств чиновники не озвучили. Детские поликлиники Севастополя объединяют в единый амбулаторно-поликлинический центр. Слияние медучреждений города местные чиновники называют реорганизацией здравоохранения. В понедельник на заседании правительства города приняли распоряжение о передаче недвижимого имущества и структурных подразделений от одних севастопольских больниц в оперативное управление другим. На базе городской больницы номер 5, Центра охраны матери и ребенка, создадут новое учреждение, в состав которого войдут детская поликлиника номер 2, детский центр медицинской реабилитации и детские поликлиники городских больниц номер 2 и номер 3. Все поликлиники, которые у нас находятся в городе, они остаются на своем месте. Население, которое прикреплено к этим поликлиникам, оно также продолжает получать медицинское обслуживание в этих же поликлиниках. То же самое касается и больниц. Амбулаторно-поликлинический центр для взрослых сформируют, объединив стационары поликлиники городской больницы номер 3 имени Даши Севастопольской и городской больницы номер 2. Они войдут в состав горбольницы номер 1 имени Пирогова. У нас единственная вторая больница, стационар которой в большей степени перейдет в ведение онкодиспансера. Да, действительно, но мы здесь делаем упор на те приоритеты, которые установлены и национальными проектами, и необходимостью, потому что известно, что смертность от заболеваний системы кровообращения и от онкологических заболеваний, они, конечно, на сегодняшний день превалируют. Поэтому с учетом отсутствия практически стационара у онкодиспансера ранее, мы его укрепляем. В Севастополе завершились городские этапы конкурсов «Севастополь. Город будущего» и «Знай и люби свой город». 305 учеников начальных школы рассказали, каким видят Севастополь через 100 лет и доказали, что знают его историческое прошлое. В понедельник, 15 апреля, в торжественной обстановке победителям интеллектуальных состязаний вручили почетные грамоты и памятные подарки. Поздравить ребят приехала председатель законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева. Эти ребята – это настоящие севастопольцы, которые не только знают много о городе, но могут об этом городе позаботиться, о нашем городе-герое Севастополь. Еще я хочу сказать огромное спасибо педагогам, которые готовили ребят, их родителям ребят, потому что это общая победа, я думаю, вот таких дружных семейных и педагогических, и ученических коллективов. Но очень важно, чтобы эти конкурсы у нас продолжали жить, потому что каждый вновь переходящий ребенок в начальную школу имеет возможность, научаясь общим наукам, все-таки узнавать историю Севастополя. Такие интеллектуальные состязания в нашем городе проходят не первый раз. Это уникальная возможность для школьников с ранних лет поучаствовать в жизни Севастополя, внести небольшой вклад в его развитие. Прошлые проекты, в которых принимали ребята участие в нашем городе, уже частично реализованы. Так, в Балаклаве, на набережной, стоит замечательный памятник балаклавскому коту-рыбаку. В этом году было очень интересно наблюдать то, что многие школы предоставили проекты о нашем спортивном будущем. И были проекты о том, чтобы запланировать строительство спортивной арены в Севастополе, стадионов, о том, как развивать спортивную индустрию промышленности. На историко-краеведческом конкурсе «Знай и люби свой город» ребята демонстрировали знания, полученные на внеклассных уроках по Севастополеведению. Потом, на вот этом конкурсе, который является игрой, путешествием по станциям, они отвечают на те вопросы, которые им встречаются в этом путешествии. Победители городских конкурсов «Севастополь. Город будущего» и «Знай и люби свой город» получат путевки от департамента образования в детский лагеря. Этот день в истории. 16 апреля 1944 года расстрелян Василий Ревякин. В этот же день к Севастополю начали подходить войска Красной Армии, освободившие Крым. Во время оккупации Севастополя 25-летний Василий Ревякин организовал Севастопольскую коммунистическую подпольную организацию в тылу немцев. В последние дни обороны он попал в плен. В тот же день бежал, а через некоторое время устроился на работу в школу, как ранее не служивший, и поселился со своей женой в доме на лабораторном шоссе. Он-то и стал впоследствии штабом подпольной организации. Подпольщики организовали слаженную работу. Они печатали листовки, собирали разведданные, обеспечили укрытие бежавшим пленным, проводили диверсионную работу. 14 апреля Василия Ревякина арестовали, а через два дня расстреляли. В 44-м его перезахоронили на кладбище коммунаров. Посмертно Ревякину присвоили звание Героя Советского Союза. В Севастополе имя Василия Ревякина носят улица, площадь и школа. В бывшем штабе организации находится музей героев-подпольщиков. Шляпки, украшения, духи и наряды прошлого столетия. В Балаклавском доме культуры впервые откроется экспозиция частной коллекции изысканных убранств и аксессуаров 20-го века. Экспонаты собирались по всей стране более 20 лет. Как обычное увлечение перешло в коллекционирование предметов истории моды. Смотрите в нашем сюжете. В 57-м году произошел такой прорыв. Вот этот наряд чисто 57-го года. Такое убранство уже не увидишь на витринах магазинов, как и многие другие предметы из уникальной коллекции Ирины Воробьевой. Изысканные шляпки, кружевные платья, сумочки и украшения. Здесь собраны редкие предметы дамского туалета. Вещи есть знаковые из очень таких знаменитых семей. Очень много вещей от знаменитых артистов наших. Желание собирать старинные вещи, как признается сама автор выставки, появилось еще в детстве. Страсть к коллекционированию началась с маленького флакона духов. Пиковая дама – модный аромат в 50-е годы. Полная ретро-коллекция Ирины Воробьевой насчитывает более 3000 позиций. Правда, севастопольский зритель увидит лишь малую ее часть – аксессуары, наряды и косметические средства с 1930-х по 1980-е годы. Очень много вещей из бывших купеческих городов. Нижний Новгород, где проходили постоянно ярмарки до революции, после Саратов, Ярославль. Вещи здесь есть из Хабаровска, из Владивостока, от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Ставрополя, Краснодарского края. Отдельная часть выставки посвящена ароматам. Находить оригинальную парфюмерию прошлых лет с каждым годом становится труднее, говорит коллекционер. Ведь со временем духи испаряются. Один из ценных экземпляров – одеколон полярный. Дизайн флакона приписывают Казимиру Малевичу. Еще одна редкость – лимитированная коллекция олимпийского набора, совместная работа американских и российских производств. Самое ценное для коллекционера – все в оригинальной упаковке. Редкий экземпляр в очень прекрасной сохранности – набор «Красная Москва». Все, наверное, помнят этот аромат, хотя, в общем-то, критики говорят о том, что в 40-е, 50-е, 60-е годы все коммунальные квартиры и коммунальные кухни пропахли этим ароматом. Аромат с историей, аромат, который действительно, в общем-то, и покорил и зарубежных парфюмеров. 60 ингредиентов – это о многом говорит. Но больше всего автору нравится собирать женские шляпки. В коллекции у нее есть аукционные головные уборы Одри Хебберн и Элизабет Тейлор. Но, как признается сама Ирина Воробьева, ее главная задача – вернуть в Россию антикварные женские предметы, которые когда-то вывезли из страны. Выставка в Балаклавском дворце культуры продлится до 1 ноября. Алина Пчелинцева, Дмитрий Лилека, Севернформбюро. Скалодром и 16 спортивных площадок построят в Севастополе. Об этом в понедельник на заседании городского правительства рассказал начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко. Субсидия поступит из федерального бюджета. Часть средств планируют направить на завершение реконструкции стадиона «Горняк» и реализацию первого этапа реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя. Мы впервые в эти пять лет взяли с федеральных субсидий на строительство в спортивных площадках. Будут 16 единиц, в том числе некоторые будут с тренажерами для маломобильных групп населения. Плюс в этом году мы получили впервые субсидию на укладку поля со искусственным покрытием в селе Андреевка. В прошлом году, вы знаете, с охоза Полины Осипенко нам в сеть передали объект, стадион в селе Андреевка. И вот в этом году мы уже начинаем приводить его потихоньку в порядок. Для двух школ Олимпийского резерва закупят новое оборудование, рассказал Сергей Резниченко. А на базе школы номер 7, где развиваются скалолазание и альпинизм, уже в этом году обещают построить скалодром. И к спортивным новостям. Футбольный клуб «Севастополь» потерпел второе поражение подряд в чемпионате. На этот раз наша команда уступила Крым-Теплице 2-0. Тяжело дается морякам серия из выездных матчей. В первом тайме на поле была равная борьба. Зрители увидели по-настоящему зрелищный футбол. Крым-Теплица в футболке красной владела небольшим перевесом. Но контратаки севастопольцев были не менее опасными. У каждой из команд было по несколько убойных моментов, чтобы открыть счет. Но на перерыв соперники ушли без голов. Все изменилось на 55-й минуте, когда моряки остались в меньшинстве. За вторую желтую карточку судья удалил Романа Клементовского. Хозяева стали играть еще активнее. И за 15 минут до конца встречи все-таки повели в счете. Вышедший на замену Владислав Олексин по невероятной дуге направил мяч за шиворот Сергею Науменко. Играло две команды, конкурирующие между собой. Идет борьба за место. Мы не забили свое, они забили свое. Выиграли заслуженно, я считаю. Потому что такая игра была, что или кто первый забьет, тот и победит в матче. Так и произошло. Крым-Теплица забила и выиграла. Тут же севастопольцы могли сравнять счет, но мяч слегка разменулся со штангой. В самом конце игры Крым-Теплица отличилась во второй раз. В составе севастопольцев удалили еще одного защитника Петра Апарина. 2-0 команда из Молодежного не пропускает шесть матчей подряд. Благодаря этой победе Крым-Теплица приблизилась к морякам на расстояние трех очков и делит второе место Ставрии. У обоих коллективов из Симферопольского района еще очная игра в запасе. У севастопольцев на очереди последний матч в очереди выездных с Евпаторией, в котором моряки не смогут рассчитывать на обоих основных центральных защитников. А к этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севен Форумбюро. Эфиры вечером в 19 часов, в 21.30, 23.00, ночью в 2 часа и в 3.30, утром в 6, 8 и 10 часов, днем в 12.05, 15 и 17.30. Телефон редакции 59-00-62, а также мобильный плюс 7-978-931-31. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdfstv.com. Ждите новостей и хорошего дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова